На портале Газегет поступил вопрос, можно ли молиться про отцам Аврааму, Исааку, Моисею и так далее. Конечно, можно, это святые люди, удивительные святости. То есть люди до Христа жившие, но у Христа верующие, верующие в Бога, им особенно тяжело приходилось, потому что какая у Авраам была поддержка? Он был один. Один. Ну, он была, конечно, семья, но он всё равно был главой этой семьи, всё равно всё держалось. И вот оглянёшься, одни язычники, которые там, так сказать, как-то себя ведут не очень хорошо. И у него была вера, которая незыблемо держалась на вот это именно, на взаимодействии с Богом, на общении с Богом, на богообщении. Почему Авраам называет отцом верующих всех? Глуботок готов ради Бога на всё. Даже принести в жертву ребёнка, своего единственного, но при этом понимая, что на самом деле, он, конечно, его Бог ребёнок не лишит, что он его воскресит или как-то всё что-то будет по-другому. Что он Бога никогда не считал, что… Он никогда не относился к Богу, как относились его современники, его, кто же его окружал, когда люди приносили в жертву даже собственных детей. Вот он никогда в такого Бога не верил. Источником этого его веры был только сам Бог, потому что, повторяя окружающий мир, он не мог предоставить такую возможность только от отрицательного, что вот так люди живут, и живут они плохо, и от этого страдают. Поэтому можно молиться и Аврааму, и Исааку, и Моисею. Это наши духовные парадцы, наши духовные парадцы. И они нам роднее, христианам, чем кому-либо другим из так называемых хавраамических религиях. То есть, так сказать, исламу и юдаизм. Хотя там они тоже почитаемые. Но вот они нам роднее, потому что они именно верили в Бога-любви, в которую и мы по-настоящему верим. Они чаяли Мессию, которую мы тоже всё время приняли в лице наших духовных предков и в которую мы сейчас верим. Они верили в Сыны Божии. Даже зачем Писание это отражено в некоторых высказываниях. Поэтому, конечно, у них можно молиться, у них учиться такой незыблемой веры, основанной в каких-то доказательствах от жизни такой, в смысле-таки хидрологические доказательства, а от того, что люди видели Бога, как Моисей называли «боговидец». Люди видели Бога. Кстати, по-другому поверить в Бога невозможно, как его увидеть. Может, не так, как Моисей, такой ясностью, но тем не менее. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.